Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что съела моя кожа за осень. Да, да, осень еще не закончилась, но пустых коробочек уже и баночек слишком много. Я не могу его больше держать. Посмотрите, целая корзина уже накопилась. Так что давайте-ка начнем быстрее. Начать хочу с сывороток. У меня их целых 5. Давайте по очереди. Мои любимые Хадалаба с гиалуроновой кислотой. Могу я вам их только посоветовать. Приобретаю их в магазине Подружка. Это лосьон питательный. Более питательная серия вот в таких вот красных упаковках. И менее питательная серия, более такая увлажняющая серия, без добавок масел. Это в белых упаковочках. Он не скатывается под макияжем. Потрясающе увлажняет кожу в течение дня. Его можно наносить на все лицо, шею, зоны декольте. Также губы и веки. Бренд Хадалаба, японский бренд, довольно популярный в Японии. Это масс-маркет. Стоимость таких бутылочек в магазине Подружка в районе 500 рублей. Здесь 170 мл. хватает надолго. После тоника наливаю его немного в руку. Начинаю наносить на влажное еще лицо и зоны декольте. Чудесно впитывается. Не оставляет липкого следа. Могу вам только рекомендовать. И я их покупаю регулярно. Новый уже стоит на моей полочке в туалетной комнате. Следующая также моя любимая сыворотка. В моих видео о покупках на сайте iHerb показывала вам ее уже несколько раз. Потому что это не первая моя бутылочка. Прекрасный антиоксидант Коэнзим Пу-10. Работает на нашу молодость. Использование антиоксидантов на постоянной основе продлевает молодость нашей кожи. Также наношу его на все лицо и вокруг глаз, и на шею, на зону декольте. Наус Солюшенс удобно, с помпой, чудесно впитывается, оставляет после себя абсолютно, кстати, матовый финиш. Для тех, кто мучается от какого-то жирного блеска или от какой-то липкости, не любит такое ощущение на коже, эта сыворотка вообще не оставляет никакого ощущения на коже. Неприятного я имею в виду. Он более кремообразный, более густой, уже похожий на такой легкий крем. Я наношу его уже после сывороток, таких типа Хадалаба. Также следующую баночку уже приобрела в iHerb. На сайте iHerb самые выгодные цены на эту косметику, вообще на антиоксиданты и кислоты. Обратите на это внимание. Сегодня у меня просто все мои любимчики. Закончилась буквально вот капля там какая-то осталась. Если перевернуть, то можно вытряхнуть. Сыворотка улиточная от Mizon. 80% улиточной слизи. Чудесное средство. Прекрасно разглаживает кожу. Оно довольно густое. Оно наносится уже после гиалуроновых сывороток сверху. Также разносится по лицу. Абсолютно везде ее можно наносить. После улиточных сывороток есть. Все-таки чуть-чуть такое ощущение липкости. Но сыворотки не являются самостоятельным средством. Наносятся после тоника и обязательно под крем. Также новую бутылочку уже приобрела. Чудесный точечный крем от компании V-косметика. Новосибирские разработки НИИ. Крем-сыворотка. Потому что он очень жидкий. Он легко выливается через вот этот носик. Это натуральная косметика, которая не содержит консервации. И держится эта косметика в холодильнике. Использовать ее нужно в течение года. У меня есть целый ролик о компании V-косметика. Это средство, самый бюджетный, на мой взгляд, сейчас на российском рынке. Вот с таким составом среди натуральной косметики. Составы потрясающие. Называется Coffee Tree. Ваниль и айс-крим. Имеет ванильный аромат такого кофейного мороженого. Он накладывается под глаза, вот так вокруг. И, соответственно, на лучики, морщинки, если у вас таковые образовались. Также я накладывала ее вот на эти самые складочки. Когда кожа немножко мнется, когда неудобно спишь на подушке, и от наволочки остаются полосочки, я накладывала этот крем. И действительно, очень здорово он так выталкивает морщинки. Полностью натуральный состав. Сыворотка лифтинг для подбородка, шеи и декольте. Производитель Белита. Белорусская косметика. Спасибо вам большое. Кстати, очень бюджетные средства. Очень неплохие. Мне нравилось. Я часто приобретаю специальные средства для зоны декольте. Для того, чтобы не забывать об этой зоне. Морской коллаген серия. Производитель пишет, что это подтяжка. Мощная для второго подбородка. Таких результатов я, конечно, не заметила. Но то, что это хорошо тонизирует кожу, да, мне понравилось. В принципе, я бы приобрела еще, если бы была она в большем объеме. Здесь не так много, здесь всего лишь 30 мл. А расход у нее довольно большой. То есть, она такая кремообразная. Тоников у меня 4. Витаминный тоник для лица. Написано с витамином цен. Компания Комплимент. Российский бренд. Приятные ароматы у этих тоников. Такие ненавязчивые, немножко фруктово-кремовые. Очень хорошо увлажняет. Приобрести, я думаю, можно его абсолютно в любом магазине. Да, приятный тоник. Никаких невероятных результатов я, конечно, не увидела. Но тоники, в принципе, предназначены для того, чтобы затягивать в себя дальнейшие средства. То есть, сыворотки, ампулу и так далее. Следующий замечательный тоник, который мне очень нравился. С белым чаем от компании WCM или SIM. Это корейский бренд, который очень славится такими необычными добавками в своих составах, косметике. Я заказывала его тоже на iHerb. Он жил очень-очень долго. И этот тоник необычный, он не просто тоник увлажняющий, он еще и снимающий макияж. То есть, фактически, он чистит лицо. То есть, его как раз очень хорошо наносить на ватный диск. Не просто на руку и наливать, да, как я пользуюсь, а именно на ватный диск. И тогда он чудесно-чудесно удаляет пыль в течение дня. Я им пользовалась, когда находилась дома, либо после уборки. И ватный диск был просто черного цвета. Меня это жутко пугало. Но потом я поняла, что да, он действительно очень хорошо очищает. Те, у кого жирная кожа, кто страдает повышенным салоотделением, мне кажется, для вас вот такие вот тоники компании ДСЕМ. Именно очищающие тоники. Там есть с различным чаем. Это белый чай. Очень показано, мне кажется. Потому что на себум, выделяющийся спор, липнет вся пыль в течение дня. Если вы находитесь, конечно, без защитного слоя, без тонального какого-то средства, без пудры. В течение дня, если вы находитесь дома, то я думаю, что его можно рекомендовать для, в принципе, любой, особенно жирной кожи, как хорошее средство для тонизирования, увлажнения и очищения кожи. Тоник от Avon с розой. Показывала вам его уже несколько раз в своем видео. Очень хорошо увлажняющий тоник с небольшим количеством масла розы. Ничего невероятного он не делает, но у него потрясающий, очень такой натуральный тонкий аромат розы. Мне он нравится. То есть, он неудушливый. В принципе, он довольно долго у меня жил. Я наливала его на руку, вот так слегка, и прихлопывая, наносила после умывания обычного своего, утреннего или вечернего. Было очень приятно. Да, он недорогой, и, в принципе, когда у меня закончатся тоники, и не будет какой-то возможности, может быть, заказать что-то более оригинальное нахер, я с удовольствием закажу в Avon. Тоник флоресант, белый лен, тоник с кислотами, отбеливающий лосьон. Он удобный тем, что у него есть вот такой вот дозатор. Кстати, очень хороший распылитель. На лицо, конечно, я его сразу же не пшикала. На ватный диск несколько пшиков, так, чтобы он был хорошо увлажнен. И уже после основного очищения, в тот день, когда я пользовалась кислотами, я пользовалась также и этим тоником. Он у меня довольно тоже долго жил. Его хватает надолго. В принципе, им можно пользоваться каждый день. Нет никакого раздражения. И на зоне декольте его нельзя наносить под глаза. Да, это единственное, чем он отличается от остальных тоников. Потому что здесь фруктовые кислоты. То есть кислоты раздела AHA, которые прекрасно отшелушивают верхний слой кожи. Эти кислоты помогают выглядеть нашей коже более молодой. Закончилось у меня два крема. Один из них это крем от Vitex. Летинолый магний крем под глаза. Настолько он мне нравился, что вот видите, я его даже открыла и вынула оттуда все-все-все. Носила его с собой в сумочке. Очень часто пользовалась им не только под глаза, если возникала такая необходимость на руки, на лицо. То есть у меня не было абсолютно никакой аллергии. Он чудесно увлажнял. Конечно, он не разглаживает морщины. Конечно, он не делает каких-то чудес. Ну, это хороший на лето, на весну, когда нет холодов. Хороший увлажняющий крем под глаза. В принципе, для любой абсолютно кожи. При условии, что вы, конечно, следите и что-то еще наносите под глаза. Кроме этого крема, какую-то сыворотку антивозрастную, если у вас взрослая кожа. Ну, либо какой-то другой питательный крем. Это крем дополнительно как увлажняющее средство. И следующий крем, который у меня закончился. Точнее, видите, даже два охромина. Он отбеливающий. Я показывала вам его в своем видео об отбеливающих средствах. Использовала его в качестве отбеливания пигментных пятен. Ну, такого точечного отбеливания. А также на локотках. То есть, там, где более темная кожа. В принципе, его можно использовать и зимой, и летом. Единственное, SPF. Здесь есть вещества, которые уменьшают выработку меланина. И я буду дальше использовать его именно точечно. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такая вот маска. От корейского бренда Skin79. Это розовая маска. Такая увлажняющая. На ночь. Розового цвета. Имеет шикарный, абсолютно натуральный аромат розового масла. Она была очень такая гелеобразная. Но она, конечно, липковата, ребята. То есть, она прекрасно увлажняет. Если вы перетерпите этот момент ночью. Если вам удастся не прилипнуть к подушке, она прям липкая-липкая. То, в принципе, утром вы просыпаетесь, у вас прям как тесто такое. Вот знаете, так странное такое ощущение. Прям наполненное-наполненное. То есть, здесь и гиалурон, и масла. И она прям вот выталкивает все морщинки. И, в принципе, когда я поняла, что я прилипаю прямо к подушке. И она наносится, кстати, уже поверх всего ухода. Вечером перед сном. И я стала наносить ее просто на зону декольте. И тогда отлично. Я не прилипала, не мучилась. То есть, в принципе, она так вот подвпитывалась. Я делала вот такой легкий массажик. Она так немножечко входила. Излишки иногда убирала я в одном диске. Но, в принципе, вещь замечательная. Те, кто нормально относится к липким средствам. И к яркому, довольно выраженному аромату. Попробуйте обязательно. Приобрести ее также можно на iHerb. Ссылки на средства, которые я только смогу найти, я оставлю вам под видео. Под кнопочкой «Еще» есть описание. Вы его откроете. Еще две маски у меня закончились. «Кора» – маска увлажняющая с гиалуроновой кислотой и водорослями. Замечательная маска. Она мне тоже очень понравилась. Видите, я ее прям вытащила до конца, до конца. Использовала с удовольствием, с огромным. Она наносится на чистое лицо. Слегка массируется. Можно ее наносить куда угодно. Абсолютно хоть на все тело. Использовала я ее очень часто после сауны и после душа. Ну, в общем, всеми возможными способами. Здесь довольно много, здесь 100 миллилитров. Много ее не нужно на лицо. Она прекрасно расходится. Она такая водянистая, такая полупрозрачный такой гель, немножко белого оттенка. У нее не было никакого ярко выраженного аромата. Если вы не переносите ароматы, вот как раз можете попробовать, ну, желательно тоже в пробничках, если у вас довольно чувствительная кожа, косметику «Кора». Это российская профессиональная косметика. Я думаю, что приобрести ее можно через их сайт. И чувство увлажнения она оставляет довольно сильно и надолго, я должна сказать. Честно говоря, я не ожидала. Это первое мое средство от этого бренда. И мне оно очень понравилось. Еще одна маска из серии «Aven Naturals» с хлопком и алоэ. Неплохо увлажняла, в принципе, очень-очень бюджетно. Сто с небольшим, по-моему, даже ровно 100 рублей стоила по какой-то там распродаже в каталоге «Aven». Иногда приобретаю хоть увлажняющую маску, никаких чудес, естественно, от нее не ждите. Она не для супервозрастной кожи, но она неплохо увлажняла, она неплохо справлялась со своей задачей. И за такую стоимость, на мой взгляд, 75 мл целых расход у нее небольшой. Накладывала я ее кисточкой прям тонким-тонким слоем. И, в принципе, ходила, может быть, минут 10-15. Этого было вполне достаточно для того, чтобы хорошенько увлажнить кожу. Перед, например, нанесением какого-то тяжелого макияжа на целый день кожа у меня сохнет в холода. И, в принципе, поэтому я часто использую увлажняющие масочки. Да, я могу вам ее смело рекомендовать, если бюджет у вас ограничен. Очень хорошее бюджетное средство, на мой взгляд. Поговорим о средствах для тела. Закончилось у меня вот такое замечательное масло от Натуры Сибири. Очень красивая упаковочка. Смотрите, какая похожа на манго, мне так кажется, по крайней мере. Очень вкусный аромат. Для тех, кто не выносит, естественно, такие сильные ароматы масла, вам не понравится. Это масло массажное. Очень хорошо распределяется по коже. Делала я с ним массаж, и мне делали с ним массаж профессиональный массажист. Очень-очень медленно расходовалась, и у нее небольшой расход. Объем здесь хороший, 300 мл в целых. Так что очень вам рекомендую, для тех, кто делает массаж, смело приобретайте. Вкусное масло. Никаких у меня на него не было аллергий. Оно чуть-чуть разогревающее, но так практически незаметно. То есть оно не жжется, не холодит, нет никаких неприятных ощущений. Мне понравилось. Такой ароматизированный крем для тела от Victoria's Secret показывала вам такой же спрей. У меня вот такой вот был набор. Разрезала его, потому что просто, честно говоря, за эти деньги жалко было, что там что-то останется. В принципе, неплохой крем. У них хорошие кремы для тела, но однако у него очень навязчивый аромат. Клубника с шампанским. Champagne and strawberry. Очень сложный такой аромат, который быстро надоедает. Время года, когда вам, например, не хочется пользоваться никакими духами, какими-то яркими, такими сильными ароматами, вот чуть-чуть этого крема в определенные места, да, какие вы сами знаете, будет вполне достаточно для того, чтобы быть приятно, вкусно, пахнущей, желанной и, в принципе, не пригруженной никакими ароматами. Так что, если придется посетить Victoria's Secret, который у нас был в Москве, не знаю, сейчас он есть или нет, надеюсь, есть, то, в принципе, я бы еще приобрела такой крем, но чуть-чуть с другим ароматом, менее навязчивым. Закончился крем. У меня вот такой крем после бритья красная линия. Честно говоря, просто забрала его с дачи, он стоял абсолютно без дела. В принципе, очень неплохой крем. У него такой чуть-чуть мужской аромат, он очень быстро, правда, выветривается. Использовала его после депиляции. Вот, честно вам скажу, очень хорошо он снимал раздражение. И он такой густой, но он водянистый. Он очень быстро расхользовался по коже. И прям замечательное такое бюджетное средство. В принципе, для тех, кто сам делает депиляцию, даже после, может быть, шугаринга, чего угодно, вы можете им воспользоваться. Если нет бюджета какого-то на вот такие средства, не хочется тратить много, то вы можете смело им пользоваться. Красная линия косметика очень неплохая, как выяснилось. Когда-то у меня был тоже крем для рук, для ног, и все мне как-то так понравилось. То есть, несмотря на то, что очень бюджетный. Руки больная тема, очень сухие у меня. Все время в поисках хорошего крема для рук. К сожалению, это был не самый лучший Камил. Стандартная линейка, интенсив. То есть, должен был очень сильно быть питательный. Но то ли кожа у меня настолько сухая на руках, то ли, в принципе, он мне просто не подошел, но он не сильно питательный. Честно говоря, обычный крем для тех, у кого нет проблем с руками. То есть, нет такой прям сухости сильной, у кого не сохнет кутикула, у кого хорошие здоровые ногти, и кто может позволить себе их красить каждый день и делать шелак, и вообще никаких проблем нет, вот, пожалуйста, используйте. Но для меня нет, для меня недостаточно этого. Я люблю масла, люблю такое что-то более жирное, то, что надолго остается, то, что долго увлажняет и питает кожу. А, новая заря, прекрасный крем с лавандой для ног. Шикарный аромат. Сейчас уже, к сожалению, ничего не осталось. Я тоже его отрезала, как вы видите, все до капельки вытащила. Питательный, убирающий аромат и нежелательный. Наносила его и днем, и наносила на ночь. И, в принципе, даже туфли как-то в босоножках, я помню, летом даже его наносила, и как-то не сильно скользили. Вообще, новая заря для меня открытие. Абсолютно, оказывается, у них уже очень неплохие средства. Так что крем вот такой с лавандой вам очень могу советовать тем, у кого сухая кожа на ногах. К сожалению, разочарование абсолютно бесполезное, на мой взгляд, средство. Это акулий жир с перцем стручковым. Перца здесь вообще не чувствуется. Он не горит, даже если замотаться абсолютно полностью целлофаном, ну просто вот всю-всю-всю в пакет себя надеть и намазаться, никакого жжения он не вызывает, и обезболивание он тоже не дает. Акулья сила, крем при боли в шее. Ну, в принципе, наверное, что-то там есть от акулы, но как-то не очень поняла, что конкретно, жир или зуб или плавник, что там такого. В общем, бесполезное, на мой взгляд, приобретение, хотя и очень дешевое. Чудесное средство, которое можно приобрести, я думаю, и в Москве, и на других сайтах. Мы приобретали на сайте Алиэкспресс, пока у нас там был аккаунт, потом у нас закрыли, и очень много заказов отказались прислать, просто не прислали, так что будьте, пожалуйста, аккуратны с Алиэкспресс, они очень сильно обманывают, огромная мышеловка. Так что пока была такая возможность, я заказывала несколько штук, Сангас называется такой крем, китайский, корейский, в общем, тут сложно понять, чей он. Но он действительно шикарный, то есть он хорошо снимает ощущение такой вот боли в суставах, он хорошо греющий, конечно, не как масфеналгон. То есть здесь натуральные масла, просто они такие вот прям термоядерные. Несмотря на то, что он давно закончился, аромат до сих пор есть, но приятный такой аромат, не звездочки, а что-то такое более сладковатое, то есть не такой, не противный аромат. Хотя когда я его использовала во время массажа, кстати, мне его использовали, когда муж приходил домой, он говорил, ммм, чувствую, тебе делали массаж. А он чувствовал этот аромат издалека еще, когда только заходил в квартиру. Мне нравится, у меня есть еще несколько таких вот кремов, я их дальше использую на поясничную зону, на зону шеи. В принципе, для всего, даже если вы вывихнули руку, ногу, такая согревающая мазь не в первый день, конечно. Первый день нужен холод, а на второй, третий день уже можно вот такие вот согревающие мази. Очень полезно, в принципе, в аптечке, мне кажется, должен быть. Средство для волос. Кошмарным разочарованием стал для меня вот такой вот спрей, ССС спрей, экстра объем, Маркелл, правильное название, да, белорусская косметика. У него настолько противный, кислый аромат, то ли он испорченный мне пришел, то ли я уж не знаю, по какой причине, то ли действительно настолько отвратительный аромат. Выбросила, честно говоря, его сразу, никакого объема он в итоге все равно не давал, волосы пахли чем-то протухшим. До 19-го года годен не должен быть испорченный. Если вы пользовались, напишите, пожалуйста, действительно ли вот у этой косметики такой ужасный запах, ну вот конкретно у этого спрея. И я хотела, честно говоря, его использовать, у него такой вот, видите, очень мелкий диспенсер. И я хотела его использовать в качестве просто, фу, опять этот запах, представляете, вот жуткий. То есть здесь уже просто вода, обычная вода. И этот запах не уходит даже вот из флакона. В общем, кошмар. Я не могу его использовать даже в качестве просто опрыскивателя, там, я не знаю, для цветов, или для волос, или для одежды. Даже внутри флакона сохраняется этот отвратительный аромат. Я не знаю, в чем дело, но это кошмар. Прекрасный бальзам для волос от Сьез. Прекрасный. Моей дочке очень нравятся, у нее очень длинные волосы. Она, когда им пользуется, говорит, что прекрасно волосы потом расчесываются. Ароматы нам очень нравятся. Объем большой. В принципе, стоит он не бешеных денег. 500 мл здесь. Расходуется он довольно экономично. Мы регулярно приобретаем вот такие вот бальзамы-ополаскиватели. На мой взгляд, все эти ополаскиватели от Сьез примерно одинаковые. Поэтому на название типа вот для мульти-погрежденных истощенных волос мы не смотрим. Мы ориентируемся по объему. Он довольно большой, это удобно сразу, да, приобрести большую бутылку и долго пользоваться. И ориентируемся, в принципе, на аромат. Аромат нам нравится. Следующая чудесная маска. Собрала ее с собой везде, где только ездила. И в душ она у меня стояла. Вот видите, уже отрезала ее. Верхушки нет. Это Organic Kitchen. Как вы знаете, российская компания, которая делает очень бюджетные. Очень, кстати, в красивых, хороших упаковках. Непонятно, как им это удается. Очень приличные такие вот европейского типа упаковки. Аромат абсолютно натурального кофе. Ну, просто замечательный. Я вам могу только рекомендовать и кремы, и средства для волос. Вот именно Organic Kitchen нам очень-очень нравится. У них очень много офисов по различным странам и по городам, поэтому присмотритесь. Конкретно это была биомаска. Быстрый рост волос. Точно так же, в принципе, использовали ее, как и ополаскиватель. Только наносили и на корни, и на всю длину волос. Мне нравилось. Натуральная зубная паста, которую я заказываю на Ахер, Аурамера, да? Я оставлю ссылочки вам. Такого серо-зеленого оттенка, видите? Потому что, специально оставила вам показать, потому что она абсолютно натуральная. Тут прям вот растительные экстракты. Они настолько классные, настолько сильные. Она не противная, кстати, на вкус. И после нее прекращается кровотечение с десен. То есть, она замечательно работает со стоматитом, с какими-то воспалительными процессами. И я думаю, что вы сможете ее без труда приобрести на Ахер. Ну и еще одна паста. Вот видите, даже ее положила в пакетик, потому что она вся протекла. У нее абсолютно неправильная упаковка. Смотрите, она вся лопнула со всех концов. Хотя паста гениальная, еще более натуральная, чем та, которую я показывала. И действительно шикарная. И зубы чистит, и она такая мятная. И прям там травы чувствуется по вкусу. Рео Брайт. Она отбеливающая, она приводит десны в порядок. Но если приобретать ее, на мой взгляд, ее нужно просто сразу отрезать и выдавливать в какую-то коробку. Это совершенно неудобно. Временем вот она стоит, она начинает вот так лопаться. Так, чтобы много раз на нее нажимать. То есть, просто неправильная, дешевая какая-то упаковка. Хотя, в принципе, паста совсем не дешевая. Вот так вот. Тоже приобретала ее нахер. Поэтому из-за упаковки не советую. Но если у вас действительно проблемы с зубами, или если вы хотите хорошую терапию, то если уж приобрели, выдавите в баночку. Пользуйтесь из баночки. Ну, вот такой дедовский способ. Ну, и последнее кошмарное разочарование. Ароматизатор воздуха без аромата. Это что-то новое. Ширтон, Ширтон, не знаю, как называется. Покупала его в Ашан, по-моему. Они вообще практически ничем не пахнут, либо пахнут чем-то каким-то непонятным. Не покупайте. Спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо за внимание к моему каналу. Если видео вам понравилось, дайте мне, пожалуйста, об этом знать. Если вы еще не подписались, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и нажмите колокольчик здесь наверху, чтобы не пропускать мои новые видео. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!